Александр Грибоедов известен многим как писатель одной книги, блестящей реформанной пьесы «Горе от ума», которая до сих пор является одной из наиболее популярных театральных постановок в России, а также источником многочисленных крылатых фраз. Мало кто знает, что биография Грибоедова тесно переплетена с историей нашего города. Кроме того, что сегодня его имя носит одна из улиц областного центра, принято считать, что интерес к книгам и творчеству у великого русского драматурга пробудился именно в Брест-Литовске. Александр Сергеевич Грибоедов в 1813 году по 16-й служил в городе Брест-Литовске. И здесь его началась творческая деятельность, здесь он написал две свои первые корреспонденции. Есть такая версия, что здесь он задумал «Горе от ума», потому что здесь подсмотрел образы будущих своих персонажей известной комедии. Александр Сергеевич был личностью уникальный, настоящий полиглот, владеющий многими иностранными языками. Он свободно говорил на французском, английском, немецком и итальянском, понимал латынь и греческий. Позже, будучи на Кавказе, он выучил арабский, персидский и турецкий языки. Некоторые факты биографии Александра Сергеевича до сих пор неизвестны. Филологи и литературоведы постоянно изучают жизнь и творчество русского писателя, и каждый раз узнают новые детали. И часто именно на таких литературных вечерах можно услышать интересную информацию. Мне нравятся комедии, которые он написал «Горе от ума», поднимают вечные вопросы. Нравится, как он писатель. И хочу узнать больше из его биографии, чтобы прочитать еще, может быть, новые, узнать, какие он писал произведения. На творческой встрече буквально яблоку негде было упасть. Около полусотни поклонников и ценителей творчества Александра Грибоедова пришли на литературный вечер. Приятно отметить, что среди любителей русской словесности можно было легко встретить и представителей молодого поколения, и людей среднего и старшего возраста. Всех их объединило одно – возможность прикоснуться к высокому искусству, литературу и, конечно, любовь к бессмертной классике. Сергул Аминадзе в свое время сказал следующую фразу. «Классика ничему не учит, классика нас очеловечивает». А Булгаков в своем знаменитом мастере Маргарите Романе сказал следующее. «Две тысячи лет прошло с событий, которые произошли в момент рождения Иисуса Христа, но люди остались прежними. Поэтому эти встречи позволяют привлекать внимание к произведениям, позволяют молодых людей поталкивать к тому, чтобы они изучали произведения и на них же учились, на хороших примерах учились, на классических, на тех примерах, которые действительно позволяют вырасти личности».